коллеги подобрали очень редкую клиническую ситуацию которая встречается может быть один два раза на тысячу пациентов но тем не менее такая ситуация встречается нужно понимать как действовать и особенность этого случая опять же является и нетипичным течением данной клинической ситуации обычно благоприятный вариант развития события здесь все-таки есть отдаленные проявления и учитывая особенности опухоли низкую чувствительность к системной терапии возможности реализации локальных методов лечения вот по совокупности проведенный консилиум решил что здесь наверное пойти можно по такому нестандартном пути который мы используем обычно для герминогенных опухолей яичка а пойти по другому пути учитывая биологию течения заболевания выбрать хирургический подход чтобы пациенту получить наибольшую выгоду возможно он обойдется без системной противопухоли лечения но посмотрим по данным именно гисхимического анализа встречается 0,4 процента случаи от всех опухолей яичка которые сами-то встречаются очень редко среди всех онкологических заболеваний поэтому здесь реальную практику даже из нашей базы данных который включает порядка трех тысяч опухолей распространенных опухолей яичка это три или четыре пациента всего поэтому коллеги первый раз встретились с таким необычным течением своей практике потому что они длительное время тоже организовали центр лечения опухолей яичка и вот как раз мы поделились опытом друг с другом о том как вот в этой клинической ситуации помочь пациенту моя сфера интерес это опухоль желудочно-кишечного тракта не более интересны поэтому конечно все вопросы касаемо именно этих патологии они заставляют посетить те или иные сессии онкологии в нашей стране не так много конференций которые могут объединить разные институты разных коллег с разных уголков страны по сути их вот два сформировалась это большой конгресс российский онкологический конгресс который проходит в ноябре являющий таким неким завершающим событием потому что до него уже все мировые конгрессы и конференции прошли новые данные появились и в конце года нужно это все каким-то образом суммировать а в смысле идти прийти к определенным решениям и также за год тоже различные диссерационные работы завершаются это же коллеги могут представлять эти данные а вот в середине года у нас практически никаких таких конференций нет и белые ночи заняли эту нишу по причине того что одна большая конференция уже прошла американская да и новые данные появились европейская будет в сентябре вот как раз чтобы обсудить новые данные с американской конференции тоже хорошей площадкой и как раз здесь удалось тоже коллегам объединить врачей с разных институтов которые иногда представляют разные школы иногда не находящий каприле не приходящий к определенным компромиссом а здесь они это могут обсуждать и это привело к тому что у нас теперь две таких конференции в течение года онкологических которые можно сказать более значимы